Слово представляется, глава города Комсомольского, а вы, Александр Викторович Жерников. Уважаемые комсомольчане, дорогие земляки, силой нашего государства на протяжении многих веков было единство. И тот праздник, который мы отмечаем уже порядка двух десятилетий, это историческая память наших людей, это память тех великих потрясений, которые перенесла наша любимая Родина. В нашей огромной стране проживает не более десятка, а более сотни народов, национальностей, людей с различными религиозными убеждениями, с культурными традициями, с обычаями, да просто взглядами на жизнь. Но так или иначе всех нас объединяет любовь к нашей Родине и желание видеть ее сильной, независимой и суверенной. И в наши дни это единство приобретает еще больший смысл. Потому что в эти дни, не только на рубежах нашей страны, а уже во всем мире, происходят события, которые заставляют нас еще раз объединиться вокруг нашего губернатора, вокруг президента. С одной только целью. Мы должны дать отпор всем тем, кто претендует на наше право думать, как мы хотим, жить, как мы хотим и решать свои жизненные проблемы согласно нашим культурным традициям. Я хочу от всей души поблагодарить тех, кто в эти дни, в этот последний год, сплотились вокруг защиты нашей Родины, вокруг наших бойцов, которые в этот момент находятся на передовой. Хочу поблагодарить всех, от простого волонтера, до руководителей крупных промышленных предприятий, за ту помощь, которую вы оказываете бойцам, за ту веру, которую вы им даете, что здесь дома их ждут. И от этого им становится легче решать задачу, поставленную главнокомандующим нашей страны Владимиром Владимировичем Путином. Огромное спасибо, низкий поклон, и я уверен, что все те задачи, все те планы, которые лично ставите вы перед собой, которые ставит перед собой государство, будут реализованы. И во всем этом нам поможет здоровье крепкое, дружба и любовь. Всех с праздником, с Днем Народного Единства! В своем образе является председателем Константинской команды Великой городской думы Владимиру Владимировичу Гинзбургу. Дорогие друзья, когда-то очень давно нашим народам пришло осознание, что нам нужно объединиться. И с того момента наша великая страна стала великой державой, великой Россией. Так будет, так было, так будет всегда. Друзья, буквально недавно мы с Русланом Константиновичем Матю вернулись из Донбасса, куда отвозили гуманитарную помощь от нашего города Комсомольска-Наамури. Дончане очень благодарны Комсомольску за эту поддержку, и они чувствуют единство нашей страны. Сегодня, именно в этот день, я хочу поблагодарить всех комсомольчан, которые приняли участие и будут принимать в сборе гуманитарной помощи. Ну и вручить благодарность нашим братьям-мусульманам, которые диски не оценим в сборе гуманитарной помощи. С праздником, друзья! Уважаемые донбассы! Слово представляется священнику собора Казанской иконы Божьей Матери Ламурской епархии Русской Православной Церкви Ермонаху Инагинчу Галямову. Дорогие граждане города Комсомольск-Наамури, братья и сёстры. Сегодня мы вспоминаем 1605-1612 года. Времена страшной смуты, когда жизнь российского государства ставилась под страшную угрозу и была в опасности. Мы вспоминаем с вами смуту, когда был незвежен патриарх Иов. Мы вспоминаем с вами лжедимитрия, мы вспоминаем с вами польских интервентов, мы вспоминаем с вами Томимова в застенках патриарха Гермогена, который воззвал к русскому народу и сказал «Спасите дом Пресвятой Богородицы». Мы с вами вспоминаем пламенную речь Косьмы Минина, отклик Дмитрия Пожарского, когда независимо от вероисповедания, невероисповедания, национальности, языка, происхождения, статуса, наш народ встал и освободил Москву и всю Россию, явив самые лучшие качества нашего народа. Мужество, храбрость, доблесть, отвагу, самоотверженность и любовь к нашему благословенному, многострадальному Отечеству. Я вспоминаю, дорогие братья, сегодня, как полтора года назад мы вместе с представителями администрации города Комсомольск-Наамури провожали наших благочестивейших граждан на специальную военную операцию. На память приходит прощание отца со своими детьми, когда он сказал «Дети мои», посмотрите, сколько слов заключено в этих «Дети мои», когда человек оставил все и пошел на защиту нашего Отечества. Мы шли за автобусами и плакали. Говорят, что любовь потеряна. Нет, дорогие братья и сестры. Вроде бы мы друг друга не знали. Но когда от частицы нашего сердца, от нашей души отрывались наши благочестивейшие братья, мы действительно по-настоящему неподдельно шли и плакали. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, как сказал глава нашего города, нам нужно объединиться вокруг Верховного главнокомандующего Российской Федерации. А нам, всему трудовому городу Комсомольск-Наамури, всем представителям партии, всем преподавателям и самым стильным молодежным патриотическим кружкам нужно объединиться вокруг своего главы города. Вместе мы сила, вместе мы все преодолеем, что это самый главный цель победы нашего оружия в этом противостоянии. Воинам, которые выполняют специальную войну, операцию многое и благое лето. С праздником, дорогие мои граждане, братья и сестры. Днем народного единства. Аминь. Слово просторяется председателю местной религиозной организации мусульман города Комсомольска-Наамури Хабаровского края Далланову Мукадасу Идеевичу. Здравствуйте, дорогие господинчане. Днем народного единства. Это не только живущая в этой стране сейчас. Это померк наших отцов, деды и прадеды. Делали все, чтобы мы жили миром и жили именно так, как сейчас мы живем. Мы сильнее, когда мы вместе. Несмотря каким мы выглядим, каким сортом, черные, белые, разные нации, как было сказано из тех веков до сих пор, мы были сильнее и будем сильнее, когда мы вместе. Давайте традицию наших предков не теряя, держаться до их традиции. Всегда будем вместе и всегда будем сильнее. С Днем народного единства, дорогие комсомольчане. Спасибо. День народного единства посвящен главным основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными, их ратным подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради ее развития, ради благополучия народа. С праздником, уважаемые комсомольчане! С Днем народного единства! Нас выделили по свету глаз, Солнце сияло одно на всех, Верили в дружбу без лишних фраз, И за мечтою стремились вверх. Хабаровский край, взломки, в песнях воспеты, Ты комсомольчан наш, сердцами согретый, Только страстим и наша большая любовь. Мы единое целое и дрожь и облако белое и все, Что прожито, пройдено, никем на свете не делим. Мы единое целое и все, кто верит и верует, пройдем, Сквозь грозы и молнии легко. Край любимый! Мы просыпались под птичьей гад, И ликовались дождем весной, Мы разлетались по городам, Но возвращались всегда домой. Хабаровский край, взломки, в песнях воспеты, И комсомольчан наш, сердцами согретый, Гордость России и наша большая любовь. Мы единое целое и дрожь, И облако белое и все, Что прожито, пройдено, Никем на свете не делим. А мы единое целое и все, Кто верит и верует, пройдем, Сквозь грозы и молнии легко. Край любимый! Мы единое целое и дождь, И облако белое и все, Что прожито, пройдено, Никем на свете не делим. А мы единое целое и все, Кто верит и верует, Пройдет сквозь грозы и молнии легко. Край любимый! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова